Здравствуйте мои дорогие друзья! Здравствуйте мои уважаемые подписчики! Мы сегодня приехали с озера. Видео есть, скоро будем выкладывать. И к нам в гости приехал рыбак. Этот рыбак был со вчерашнего дня до сегодняшнего дня, был в сутки на реке Эльбы. Я хотел бы задать вопрос тебе. Как у тебя получается, как ты вот таких вот, видите вы голову, да? Как вот ты таких кратсавцев вообще вылавливаешь? Расскажи пожалуйста. Ну судак это рыба очень интересная. Ее надо уметь ловить. Если она клюет, иногда очень чувствовать надо, когда клюнет. Это первое. А второе, надо знать, где ловить. Судак, он вечером, например, близко к берегу подходит. Так что можно на воблер около берега ловить. А я предпочитаю ловить на гумифиш. И когда вода, или прилив идет, или отлив идет, кидают туда, где круговорот. Потому что судак, он стоит в этом круговороте, и когда малек проплывает, он его ест. Я прям туда кидаю, и ему даю хенкосмальцер по-немецки. Гумифиш это у нас получается рыбка, силиконовая рыбка получается. Силиконовая рыбка, в основном я цвет беру. В последнее время очень хорошо идет фиолетовый. Говорят, что у судака даже есть на спине рефлекторы, которые чувствуют фиолетовый цвет. Я в это не верил, но в последнее время на фиолетовую рыбку очень хорошо клюет. Следующий вопрос, а есть ли разница время года и цвет именно вот этой вот силиконовой рыбки? Допустим, весной вы рыбачите на один цвет, летом на другой цвет, а весной на третий цвет. Если честно сказать, мне кажется, любой цвет рыба клюет. Любой. Можно и белый взять, и черный. Это разницы нету. И оно не влияет. Многие говорят, что если погода такая, то розовую надо брать, если, например, пасмурно. А ночью надо брать черную с уфау рефлекторами. По-моему, рыба клюет, если она хочет кушать, на любой цвет. Надо просто преподносить хорошо ей и верить. И бывает такое, что час не клюет, а потом за часа, вот бывало у меня, 8 судаков на Эльбе. 8 судаков. Прямо на течение кидал, 31 грамм рыбку, и когда она падала на дно, и чуть-чуть подкидывал, и хапали судаки такие по 3-5 килограмм. Вот, например, был судак где-то 85 сантиметров. Он клюнул на рыбку. И следом за ним через 5 минут еще один клюнул такой килограмма 2 с половиной. И потом я уже за час поймал 2 судака, и мне уже достаточно это было. Получается, за эти сутки вы поймали какой улов? Ну, не за сутки, а вчера в 8 вечера поехал на рыбалку, и там дождь был, и не получилось рыбачить. А потом утром с 4 до 7, 4 поклевки было, 4 удара, и 2 судака я вытащил. Это еще такой день, сейчас погода и очень была переменная. А если хороший день, то, как я говорил, рекорд, 8 судаков. Отлично. Он по песку может тянуть рыбку такую сантиметров 10, грамм 18, подкинуть чуть-чуть и тянуть, желтенькую, и он хорошо берет. В это время так с 4 до 7, или вечером с 10 до 12, тогда хищник он активный и хочет покушать. Сегодня речь идет дальше о судаке. Во-первых, очень важный момент, есть 2 судака. У нас здесь в Европе есть европейский судак, он намного больше, чем дунайский судак. А где вы живете? Я здесь живу в Бремени, а рыбачиваю сюда в основном в Германии. Да, в Германии. И тут заметили в последнее время, что дунайский судак вытесняет европейский судака. Европейский судак он намного больше, намного, там метр, метр десять, это нормальное явление. Дунайский судак он меньше. Европейский судак он агрессивный, но по какой-то причине, я даже сам не пойму, его дунайский судак вытеснил. Может из-за того, что тот быстрее размножается, или быстрее жрет, или из-за того, что он маленький, он намного легче пропитается, чем европейский судачище. Теперь мы должны учитывать, так как европейский судак намного вкуснее и больше, большой интерес в Европе, чтобы этот европейский судак не был вытеснен судаком дунайским. Но, к сожалению, пока статистика говорится за дунайский судак, что он вытесняет европейский судак. А еще один момент, который очень важный, сюда очень много кораблей заходит в Европу, с Китая. И когда вода в кораблях набирается по бокам, чтобы стабилизировать корабли, попадает много китайской рыбы сюда. И такие черные пискари или грунбель их называют здесь. Они попали сюда, и у них зубов много. И они, конечно, круглый год, маленькая рыбка, круглый год, хищная, пожирает всю икру и пожирает даже маленький судачат. Это очень большая проблема для хищной рыбы. Также климат поменялся. И так как климат поменялся, приходится рыбе, которая мирная, такие как лещи, красноперки, сезон икрометания перенести. А щука, судак, они всегда икру метают раньше, зимой раньше, до того, как икру метает лещ или так называемая мирная рыба. Чтобы если судачки подросли, потом мирная рыба вылупилась, чтобы маленьким судакам потом суп было что жрать. И так как у них теперь у этих маленьких судаков появились хищники, хищные враги из Китая, эти грундели или черный пискари с зубатой, возникла проблема. Ну, баланс был нарушен в Европе насчет рыб. Судак это очень хищная, вкусная рыба. Костей мало, и поэтому многие обожают рыбачь на эту рыбу, так как судак не только бескостлявая рыба, она еще диетическая, белое вкусное мясо. А что интересно, судак, если его сравнить с другой рыбой, например, как щука, он охраняет своих маленьких детишек. И судак, у него есть своя ревия, своя область, где он, если судак такой сантиметров 80 или там метр, он охраняет свою территорию, защищает ее, чтобы самки то заплывали, конечно. Метров 500 такой какая-нибудь бухточка, где там есть что пожрать, и вот там атаман, он гоняет всех там. И смотришь, что там другие судаки большие не пришли, он, когда вот крупный судак, он одиночка, он всегда один шляется, и разница, вот очень большая разница. То есть он плавает, получается, у нас, получается, в основном рыба у нас идет как бы стаями, а судак, он, получается, идет как бы одиночка, получается. Крупный судак, он одиночка. Нету ни друзей, нету ни семьи, получается. Нету, но у него есть чувство отца, чувство матери. Вообще, судак, самка всегда намного крупнее, намного, чем самец. И, ну, скажем, самка или самец охраняет свою территорию, если там у них появились детишки, они их не жрут, защищают их всех. Все, кто там, щука или кто-то, они жрут агрессивно очень все. Потом еще надо учитывать, что если ты рыбачишь и в каком-то там хорошем месте, в котором ты никому не говоришь, поймал ты судака такого с метр там 85 или 95 сантиметров, после этого на этом месте большая вероятность, что 3-4 недели не будет плевать крупный судак. Почему? Потому что другой судак крупный, он должен прийти и притереться к этому месту, привыкнуть и завоевать ревьер. Он придет крупный, скажет, о, здесь есть что пожрать, есть самки, хорошая территория, и он приживется. И потом через месяц, через два, там только ты можешь и сырбачить, и опять ты поймаешь крупно, крупника. А так ты будешь там сидеть, очень мало вероятности, что ты крупного поймаешь, после того, когда ты уже тамана вытащил или атаманшу. И вот это мне нравится в судаке, что он такой, еще чего очень важно в судаке, он настоящий вампир. Если падла луния и кровь тама, он дерет все. У него клыки тоже, как у вампиров, настоящие вампирские клыки. Я вот, когда рыбачил пару раз, когда пола луна зашла, такой клев был. Я с женой сидел, полдня ничего не клевало, мы только шашлык разожгли и закинули три удочки. На червя судак клюнул, на опарыша судак клюнул, все три удочки одновременно, только луна вышла. И вы не поверите, я такой, это сенсация была, у меня на одной удочке стоял, стоял нарезка, это чуть-чуть кусочки рыбки, и червяк на опарыша. И я на эту удочку два судака за раз вытащил. Это сенсация, другие там мечтают, что вообще судака поймали одного за полдня, а здесь на одну удочку два судака, но это была пола луния. Вампиры вылезли со всех. А получается, если вода даже мутная, это получается, он все равно видит это все дело. Он чувствует, он колебания чувствует, как акула тоже чувствует он. Даже вот в облере есть там с погремушкой, он чувствует этот звук, и сразу мчится туда. Или даже вот, когда на гуми фишер бач, на рыбку искусственную, и ты кидаешь ее, я должна прям так на воду упасть, и с грохотом прям плеск такой, бам! И у меня пару раз такой опыт был, вот только плеск, я закинул, бам, удар, и судак в килограмма три. Потом следующий заброс, еще одного, вот два броска, два судака. Вот другие там сидят, просто идет рыба, она слышит грохот и жрет все. Вампиры в воде все сжирают. Судак, он может так полдня над ней лежит, там еда все есть, он ей жрет. А потом время пришло, луна вышла, все, все, что шевелится, сжирается. Все, потом набьет пузо, опять лежит на дне. Отдыхает, переваривает еду. Судак он гурман, он любит кровавую пищу, свежую рыбу. Особенно он любит леща, на кусок леща судак хорошо клюет. Теперь мы давайте поговорим, на что судак клюет хорошо и когда. Многие говорят, о, там рыбку набрать маленькую, рыбку большую. Я беру рыбку сюда 12 сантиметров и даже больше. И даже маленький судак умудряется такую рыбу проглотить. Потому что у них пасть большая очень. И поэтому можно рыбку большую брать. И если там два крючка прицепить, троник и главный крючок, то наверняка захвостиль за что-то зацепится судак и вытащить его. А так вообще, по моему опыту, самый лучший и самый крупный судак, он клюет, когда поглодает. Потому что летом, когда тепло, в сентябре, когда тепло, судак он гурман, он жрет в основном моллюсок, всяких крабов, всяких рачков. И тогда он сытый, он не клюет так хорошо. А вот осенью, потом, когда уже похолодает и меньше жратвы, ему приходится бороться за еду на крупную резиновую рыбку или там на малька, он хапает по-страшному. И крупный калибр ловится. Он даже, когда холодно, он не хочет двигаться много, но если он видит большую рыбку, он знает, что за ней надо погнаться и ее сожрать, чтобы потом выжить 2-3 дня. И судак она, рыба такая хитрая. Вообще, я даже не знаю, как он мог так приспособиться. У нее своей температуры, тела нету. Если холодно сильно, он опускается на дно и там стоит, медленно двигается, экономит энергию. Это особенная рыба. И поэтому в этот момент он только погонится только за большой добычей. Потому что он знает, если за большой добычей погонится и ее поймает, то он выживет. Еще совет есть один. Надо верить, что рыба клюнет. Многие не верят в это и раньше времени сдаются. И когда в этот момент, когда они сдаются, вот за полчаса вся ситуация поменяется и потом можно с полным ведром судака ехать домой. Я добавлюсь. Ребята, привет! Просто-напросто, если вы хотите поймать рыбу, надо идти к воде, потому что рыба к вам не придет. Большое спасибо за такой увлекательный рассказ. Надеюсь, моим подписчикам очень понравится ваша информация. Встретимся в следующий раз на воде. Очень хотелось бы посмотреть, как вы рыбачите. До свидания!